Добрый день, с вами Георгиевская Татьяна, рады приветствовать на канале Тати Георгиевская Татьяна. Хочу представить вам пример хорошего, правильного освещения, подсветки деревьев. Сзади меня расположено дерево Фикус Бенджамина, взрослый. И посмотрите внимательно, мы проходя мимо, это дерево находится около кафетерии, проходя мимо можно увидеть вот такие вот красивые стволы, прекрасные. Оно здесь летом защищает от солнца, ну и зимой тоже очень красиво выглядит. Это не обычная лампа, а плоская и подсвечена вот таким вот образом, высвечивается полностью ствол. И очень хорошо видно в вечернее время прямо издалека, очень хорошо видно это дерево, со всех сторон освещается. То есть свет не попадает в глаза посетителям. И в то же время вообще даже издалека он расположен в таком месте, что его даже не видно сам цвет, саму подсветку. Очень правильно, красиво расположен. Подчеркивает всю красоту данного растения. Если на своем участке установить подобным образом освещение, конечно, любое растение заиграет совсем другими красками, очень интересными. Рядом болларды установлены, сверху такой колпак. Вот подходишь близко и свет не бьет в глаза. То есть вот этот как раз таки верхний металлический колпак, он защищает от попадания света резкого в глаза. На уровне 80 сантиметров расположен, освещает дорогу, как вы видите. Здесь еще освещаются и растения. Из растений тут представлен самшит вечно зеленый с отсыпкой. И очень здорово, красиво смотрится в вечернее время вообще. В принципе, выдержаны в одном стиле вот эти вот катки для цветов и вот эта такая мини декоративная клумба вокруг. Очень симпатично. Напишите в комментариях, как вы подсвечиваете и вообще используете освещение на своем участке и подсвечиваете ли именно деревья, растения. Желаю вам красивых участков и красивой подсветки. С вами была Георгия Татьяна. Радуюсь, буду видеть вас на своем канале. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до новых встреч. Пока-пока.